Жители деревни Трущева обратились к главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову с несколькими вопросами. Один из них – проблема с электроснабжением в населенном пункте. Ранее были большие перебои напряжения, сейчас подача электричества восстановлена, но частично. В некоторых домах ситуация остается нерешенной. Как-то локально сделано, а вот, допустим, у меня, как было, напряжение падает до 197, техника выходит из строя и все прочее. То есть в некоторых местах сделали, я не знаю, может, это процесс такой идет, у них там какая-то дорожная карта у энергетиков запланирована. Ну, расскажу, расскажу. Да, 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 да. Может быть так, если тенденция идет положительной, то это очень хорошо. В некоторых местах мы что делали? Допустим, на одной из линий нагружено огромное количество абонентов. И до конца напряжение уже доходит у нас с просадкой. Что делали? В таких случаях на этой линии, в начале этой линии абонентов оставляли. Дальше, докуда нормальное напряжение, дальше отрубали линию и ввели новую, но новых подключали к этой линии только тех, кого отключили. Понимаете, да? То есть распараллеливали эту историю. Также были рассмотрены темы обустройства дорог и централизованного водоотведения, отсутствующего на данной территории. Станислав Катаров вместе со своим заместителем по вопросам ЖКХ Татьяной Каляминой подробно рассказали жителям о государственной программе, в рамках которой предусмотрено строительство инженерных сетей и оборудование канализации в деревне Трычева. Часть будет сделана этих работ в 26-м году, профинансирована. Часть работ будет профинансирована в 27-м. В 27-м эти два проекта канализации... Профинансировано и исполнено это одно время? Конечно. Пока не исполнено, не профинансировано. Мы деньги даем только после выполнения работы. Еще одна тема, волнующая жителей деревни, две частные парковки, расположенные у жилых домов и создающие большие неудобства местному населению. Против всех законов, против всех норм, значит, она сделана на землях ЛПХ. Они как-то выведены, но я не знаю, по закону. Учитывая, что размещение стоянок запрещено вблизи жилых домов и правообладатели участков не отреагировали на выданные в рамках муниципального земельного контроля предостережения, в адрес правового управления было подано исковое заявление и готовятся документы для обращения в суд. Обращаемся и говорим о том, что закрываем функционирование этой парковки в связи с нарушениями. А дальше пусть коллеги, которые ее эксплуатируют, идут в суд. И с другой стороны, не мы будем ждать, а они пусть ждут, пока они докажут. Докажут – это другая история. Но почему-то мне кажется, что не докажут. Еще к главе обратились жители улицы Завидная с предложением по расширению парковок в микрорайоне. Дополнительно посмотрим, что можно еще сделать, где нарезать какие парковочные места, чтобы сразу снять эту проблематику. Но решая проблемы с парковочными местами, наши жители говорят о том, что здесь необходимо создавать еще и тротуары, чтобы можно было качественно здесь проводить время. В ходе приема также обсудили благоустройство придомовых территорий в городе Видное и мероприятие по очистке водных объектов в муниципалитете.